Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня мы снимем обзор Нивы Тревел. Первое впечатление. Итак, давайте ее обойдем. Сама по себе машина очень достаточно стильная. Штампы 15-е, литые. Салон от Нивы Chevrolet. Но сама машина, посмотрите, достаточно классно, стильно выполнена. То есть мне всегда нравились Нивы. Кому от Нивы нравится. У меня до этого была ВАЗ-2131. Эта машина как раз для нас. Впереди особенно просто вообще бомба, пушка. То, что находится под капотом. Но тут новая машина, всего 1000 километров. Все практически как от Нивы. Chevrolet, все абсолютно новое. Аккумулятор АКОМ тоже хороший стоит. Далее давайте обойдем. Багажник, в принципе, достаточно вместительный. Тоже, конечно, не как на Ниве 2131, но есть багажник еще на крыше. Салон, посмотрите. Салон, как на Ниве Chevrolet. Ничего такого суперского здесь, конечно, нету. Приборная панель, все обычно. Блокировка дифференциалов, пониженная раздача. Здесь что есть у нас? Мы брали комфорт. Кондиционер здесь есть. Передние стеклоподъемники. Дальше. Подогрев передних сидений. Подушка безопасности. Подогрев зеркал. У нас есть электронная настройка зеркала. Ничего такого суперского нету. Но мне салон очень нравится. То есть некоторые говорят, что достаточно дорого. Мы брали за 880. Так она 790 стоит, обычная комплектация. Мы брали комфорт. 840 примерно с копейками. Плюс 50 тысяч мы брали допы. Получилось 880 тысяч машин. В принципе, я думаю, цена это нормальная. Потому что иномарки, конечно, стоят еще дороже. Первое впечатление очень хорошее. Мне Нива нравится. Хорошо, что оцинкованный кузов ей. Сделали оцинкованный кузов. Она не будет очень сильно гнить. Но все же мы все равно ее проантикорили. Первое впечатление очень хорошее от этой Нивы. Ну и так, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся. Ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм. И мою группу о рыбалке кулинарии ВКонтакте. Ссылочки будут в описании. Всем пока.